Здравствуйте! Час новостей на 12-м канале в студии Денис Жарков и смотрите в этом выпуске. Уровень террористической опасности красный. В Омске начались масштабные учения. Разыскивают потерпевших. Финансовую компанию, обещавшую амичам золотые горы, подозревают в мошенничестве. Возрождение города Сада. Работы по озеленению Омска начались с аллеи у кадетского корпуса. И брюхоногая милота. Можно ли подружиться с улитками? Насколько интересно держать таких домашних животных? Сегодня в Омске начались антитеррористические учения. По сценарию группы неизвестных захватила среднюю школу номер 99. Вооруженные преступники взяли в заложники часть учеников и учителей и угрожают взорвать школы, если будут предприняты попытки их освобождения. В оперативном штабе региона приняли решение о введении в Ленинском округе правового режима контртеррористической операции. Критический красный уровень опасности действует на территории, ограниченной улицами Новокирпичной, Светловской, Новосибирским трактом и улицей машиностроительной. Проживающим там амичам рекомендуют быть бдительными, обращать внимание на незнакомцев и подозрительные автомобили, разгрузку ящиков и мешков, ограничить время пребывания детей на улице. Все силы и средства приводят в состояние полной готовности, охрана ряда объектов усилена, медучреждения переведены в режим ЧАЭС. Мэрии поручено развернуть пункты временного размещения для людей, проживавших рядом с захваченной в рамках учений школой. В Омске ищут людей, пострадавших от рук мошенников. Полиция обратилась ко всем, кто потерял свой кровный в погоне за большими процентами. Следственное управление регионального УМВД расследует уголовное дело в отношении руководителя финансовой компании Кэшбэкинг по факту крупного мошенничества. Фирма привлекала средства амичей для участия в торгах на фондовой бирже и гарантировала ежемесячные выплаты до 20%. Но в итоге люди остались и без прибыли, и без своих денег. Всех граждан, пострадавших от деятельности компании Кэшбэкинг, просим обратиться с заявлением в следственный отдел по адресу город Омск, фрунце 93, либо обратиться по телефону 79 35 14, либо обратиться с заявлением в интернет-приемную на официальном сайте УМВД России по Омской области. На борьбу с паводком вышли юристы общественной организации «Оплот» с призывом о помощи к ним обратили жители частного сектора. Ежедневно в приемную «Оплота» приходит множество писем. Проблема у омичей одна. Из-за весеннего паводка дворы и приусадебной территории затоплены. У некоторых вода стоит и в домах. Чтобы хоть как-то справиться со стихией, пострадавшие от половодия вызывают коммунальщиков. Однако и это не всегда спасает. О том, как вести себя в подобной ситуации, куда обращаться за помощью, готовы рассказать в офисе «Оплота», а также оказать реальную помощь в решении проблем. Касаемо обледения остановки, наверное, сами возьмем, обратимся к бизнесу, возьмем какой-то трактор, почистим ее. Эта проблема актуальна. Возможно, где-то почистим дороги, близлежащие улиц, чтобы люди, по крайней мере, помочь им с тем паводком, который сейчас находится на весь город. Это проблема во всем городе существует. Экономический кризис заставляет законодателей искать новые источники пополнения федерального бюджета. Так, депутаты фракции ЛДПР выступили с предложением ввести налог на свердоходы. Предполагается, что дополнительные отчисления будут делать те из россиян, чья заработная плата превышает 200 тысяч рублей, при условии, что минимальный размер оплаты труда увеличит до 20 тысяч. Богатые тоже плачут. Законодатели предлагают не просто увеличить минимальный размер заработной платы, но и ввести ее максимальный порог. Мы четко говорим, социальная политика, минимальная зарплата 20 тысяч. Сегодня 5-7 даже есть. Максимальная 200 тысяч. Максимальная 200 тысяч. Разница в 10 раз. Это больше, чем средний европейский стандарт. Там 4. 7 разница, революционная ситуация. У нас 600 разницы есть между зарплатами. Мы говорим, нет, 10 раз. Тогда налог вводится на сверхдоходы, и у кого больше 200 тысяч, 80% в такой бюджет. Еще одна инициатива ЛДПР – ограничение размера торговой надбавки. Это должно заметно снизить цены. Тогда малого года коровы 16 рублей, в магазине 50. Это кто забрал нас? 34 рубля. Последний. Набивай в карман, ничего не идет. По мнению парламентариев, подобные меры помогут повысить уровень жизни населения и сделать менее заметной разницу между богатыми и бедными. Леана Шанина, Святослав Клименко, 12 канал. На одну зеленую аллею в Омске стало больше. Вдоль стен кадетского корпуса высадили 20 шаровидных ив. Лунки почти полтора метра глубиной и метров диаметра сделали в самом асфальтовом покрытии. Деревья высадили, но на этом обещают работы не закончиться. В ближайшее время вокруг каждого деревца установят декоративные бордюры. А уже к лету кронам растений придадут шаровидную форму. Грязь, которая сейчас есть, она, наверное, потом каким-то образом уберется. Но на будущее, я думаю, станет зеленее улица. Интересный метод. Посмотрим, как они облагородят периметр вокруг этих деревьев. Он же может размываться. Ну а так, в целом, хорошо. Появившаяся аллея станет достойным украшением гостевого маршрута. А уже к юбилею Омск может вновь обрести звание города-сада. В парках, скверах и на городских улицах высадят не меньше пяти тысяч деревьев и десяти тысяч кустарников, в том числе и ценных пород. Украсят город и многочисленные клумбы из пионов, лилий, петуний и других цветов. Сотрудники музеев и библиотек, театров и концертных организаций сегодня принимают поздравления. В России отмечают День работника культуры. Поздравление в адрес виновников торжества направил и глава региона. В своем обращении Виктор Назаров отметил, цитирую, «Вы дарите омичам радость общения с миром прекрасного, наполняйте нашу жизнь новыми эмоциями. Наш регион славится театральными и музыкальными фестивалями, кинофорумами, выставочными и музейными проектами. Во многом благодаря вашему труду Омск является признанным культурным центром Сибири, а ваше творчество – достоянием региона, которым по праву гордятся омичи». А в эти минуты в Омске подводят итоги прошлого культурного года и строят планы на 2016-й библиотеке Пушкина. Началось заседание коллегии регионального министерства культуры. Сейчас там работает наша съемочная группа и на связи корреспондент Дарья Шадрина. Здравствуй, Дарья. Что интересного ты уже успела услышать на встрече? Денис, здравствуй. Действительно, как ты уже сказал, сегодняшнее заседание коллегии Министерства культуры – это определенный отчет о проделанной работе за 2015 год. Я напомню, что 2015 год стал годом литературы. В регионе прошло огромное количество знаковых мероприятий, но все-таки началось сегодняшнее мероприятие с поздравительной речи министра культуры Омской области. Дело в том, что 25 марта отмечается День работников культуры, поэтому глава ведомства обратился ко всем собравшимся с поздравительными словами «Давайте послушаем». Это действительно, что люди востребованы обществом и достойно, достойно выполняют свою профессиональную деятельность и в то же время лидеры гражданского общества. Поэтому, конечно, я прежде всего поздравляю большую нашу армию, ну, может быть, не армию, а дивизию точно, а работников культуры нашего региона. Однако главное на сегодняшнем мероприятии – это не только итоги, это не только сегодняшний праздник, но и официальный старт года кинематографа в Омской области. На этот год запланировано огромное количество мероприятий, ну и коснутся преобразования не только жителей Омска, они порадуются, но и, в первую очередь, жителей сельских поселений. Дело в том, что в этом году будут реорганизованы сразу ряд кинотеатров в сельских поселениях. Из федерального бюджета на эти средства было выделено более 40 миллионов рублей. В кинотеатрах в сельских появятся новые кинооборудования, обновят залы. Зрители, жители сел смогут видеть новинки проката, которые раньше оказывались им недоступны. Но обязательно условие конкурса было в том, что больше 50% кинолент, демонстрируемых в этих кинозалах, должны быть именно российского производства, потому что год российского кинематографа. Но это будут не только новинки проката, современные фильмы, но и полюбившиеся всем советские картины. Так, всего в этом году будут модернизированы 8 кинозалов. Это в Тарском, Большереченском, Исселькульском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Русскополянском и Таврическом районе. Но каждый из кинозалов получит порядка 5 миллионов рублей. Это хорошие средства для реорганизации. Мы пообщались, опять же, до начала мероприятия с Виктором Прокопчимом Лупыхиным. Он нам рассказал о том, в каких еще конкурсах собирается участвовать Омская область, чтобы поднять эту индустрию в нашем регионе. Давайте послушаем. Полтора миллиарда сейчас фонду развития кино выделено. И до 15 апреля прием заявок. Наша область будет обязательно участвовать в получении этих субсидий или грантов. Значит, мы готовим около 20 заявок. Надеемся, что любая половина из них будет удовлетворена. Ну, добавлю еще, что кинозалы, на которые уже выделены деньги, они начнут открываться уже этим летом. Первые из них в июле, но остальные чуть попозже, в сентябре. Но, как заверил нас Виктор Прокопич, до ноября все залы будут, все деньги будут освоены, и жители смогут районов посетить кинозалы. Но преобразования ждут не только кинозалы. Также изменится и Омский цирк, как это ни парадоксально, он тоже отчасти станет кинотеатром. Сейчас в здании идет масштабная реконструкция. После открытия здесь появится большой киноэкран, на котором также будут транслироваться как киноновинки, зарубежные, отечественные, так и старые отечественные фильмы. То есть любители, киноманы, так скажем, смогут прийти и посмотреть полюбившийся старый добрый фильм. Ну, и одним из самых знаковых событий для Омской области станет фестиваль, фестиваль движения. В этом году он пройдет в нашем регионе уже в четвертый раз. И что интересно, площадка его не изменится. Несмотря на то, что на улице Ленина сейчас идет масштабная реконструкция, площадку решено было не менять. Строители пообещали, что к началу апреля все работы на фасадах будут закончены. Свой облик приобретет и площадь после академического театра драмы. Так что участники, зрители кинофестиваля увидят площадку уже преображенной, так скажем. Движение. Уже сейчас известно, что председателем жюри станет режиссер Валерий Тодоровский. Главную конкурсную программу фестиваля движения дополнит конкурс короткрометажных работ. Также зрители увидят актуальные документальные фильмы. Всего же жюри конкурса выберет победителей в шести номинациях. Это гран-при, лучший режиссер, лучший актер-актриса, лучшая операторская работа и лучший сценарист. Запланированы также показы российских кинематографистов, а также эксклюзивные премьеры российских сериалов. Ну, кинофестиваль движения пройдет в Омске традиционно с 26 апреля по 30 апреля. Ну, я напомню, что 12 канал, как каждый год, станет информационным партнером. И омече, которые не смогут попасть на фестиваль, смогут увидеть все самые интересные моменты в прямом эфире 12 канала. Денис. Спасибо, Даша. На прямой связи со студией был наш корреспондент Дарья Шадрина. Достижение книги рекордов Гиннеса намерен побить первоклассник из Черлакского района. Для этого ему придется как следует откормить своих питомцев. Домашние животные у школьника не совсем обычные, подслеповатые, глухие и не могут похвастаться пушистой шерсткой. В некоторых странах считаются деликатесом, а вот в США признаны главным врагом сельхозугодий. Там за их разведение полагается большой штраф и даже тюремный срок. Что же это за домашние любимцы такие, чем они интересны, расскажет Дмитрий Панков. Сейчас я вас покормлю, сейчас я вам дам бананчик, ваши любимые блюда. Домашние питомцы Егора Майера не встречают его лаем или мяуканьем, не просятся на руки и не привлекают внимания, хотя им совсем не обделены. В семье подрастает парочка моллюсков, африканские улитки охотины. И хозяин готов наблюдать за скользкими друзьями целый день напролет. Вот это вот имя семеничья, а там еще лежит тари. Я точно не знаю породу, но порода у них точно разная, хотя порода все равно разная, потому что эта светлее, а та темнее. Я всегда увлекался моллюсками всякими, червяками увлекался, гусеницами, личинками я увлекался. Своим улиткам Егор даже посвятил научную работу, которую успешно защитил на школьной конференции. Юный канхеолог выяснил, даже у моллюсков можно развить условные рефлексы. Так его брюхоногие подопечные точно знают, когда обед, сразу после купания. Мама Егора увлечение сына поддерживает, а питомцам не нарадуются, ни шуму от них, ни запаха. И не убегут. Нужно, чтобы ребенок чем-то увлекался, чем-то занимался, так как других животных мы позволить не можем себе из-за аллергии, из-за маленького ребенка. Это как бы такие животные, которые не требуют, скажем, больших затрат, тихие, не портят ничего, не пакостят нигде. То есть вполне те животные, с которыми справляется ребенок. Ахатины считаются интеллектуалами среди брюхоногих, отличают своих от чужих, а их долговременной памяти целый час. Могут позавидовать даже позвоночные. Например, антилопы гну с их жалкими 15 минутами. Вырастают мягкотелые красавицы до внушительных размеров. Лучший результат для этой разновидности – 600 граммов. Тарий семеничий еще расти и расти, но Егор надеется побить это достижение, зафиксированное в книге рекордов. А еще рассчитывает на прибавление в скользкой семейке. Эти прожорливые создания чрезвычайно плодовиты, за что и подвергаются репрессиям в теплых странах. Дмитрий Панков, Денис Жарков, Валентина Плотникова, Денис Копылов, 12 канал. Все наши новости на сайте в интернете 12канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. Большой выбор по оптимальным ценам. Магнат. Мебель, которую очень хочется купить. Евроокно Стандарт. Всем записавшимся на замер подарок 700-007. Вы расслаблены. Одной рукой вы переключаете каналы, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Не-не, греки чают, не тревожим вас. Вы спокойны. Как вам? Спутниковое телевидение телекарта. Живите с легкостью. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас молоко 900 миллилитров 29,90. Шоколад «Альпийская сказка» 90 грамм 31,50. Халва «Донские сладости» 82 рубля за килограмм. Да! Ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. Подарки должны быть нужными. Это наша позиция. Поэтому ставка по кредитам на любые подарки в Банке Восточный – 16%. А на смартфон жене? А на плавную мужу? На всё. 16%. И точка. Ставка по кредиту 16% на нужные подарки. Банк Восточный. Папа, открой! Время идёт, всё меняется, и только вкус остаётся прежним. Мой сын любит его так же, как и я. Кушай, внемишка! Встречайте новое поколение внеми. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Художественная ковка. И о погоде. Сегодня 25 марта облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха в районах и днём плюс 1, плюс 3. В Омске до 2 градусов выше нуля. Ветер западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости о развитии событий в 14 часов. Хорошего дня!